Ибо будет как с человеком, который, уезжая, позвал рабов своих и вручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и уехал. Человек-домоправитель, говорит святитель Кирилл Александрийский, это Творец и Господь Всего Сущего. С отшествием Его слово притчи сравнивает Христово восхождение на небеса, тогда как под имением Божиим следует понимать уверовавших в Него в каждой стране и городе. «Что же такое талант и как нам приумножать его?» – вопрошает другой богослов, святитель Василий Великий. И отвечает, «Талантом является всякий дар Божий, чтобы каждый, какую бы благодать от Бога не получил, приумножал ее, обращая в благодеяние и в пользу многих». При этом, по слову святителя Григория Двоеслова, пять талантов символизируют пять телесных чувств – зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Два таланта обозначают благую мысль и воплощение этой мысли – дело. Один талант обозначает только благомыслие. Как помним, имущий один талант закапывает его в землю, а потому слышит от Господа суровый приговор. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов». На первый взгляд, владыка поступает очень строго и несправедливо. Но у Бога, говорит святитель Лука Крымский, иное понятие о справедливости. Справедливо потому, чтобы каждый человек, имеющий и хранящий дары Духа Святого, получал благодатную Божию помощь для умножения своего духовного богатства. «Справедливо и чтобы у тех, кто совершенно не радеет о дарах духовных, кто живет всецело земными интересами, было отнято и то, что имеют, и отдано имущим». Притча начинается словами о господине, уехавшем в чужую страну. Этот царь или богач отправился и не сказал, когда вернется. Хотя Римская империя и славилась разветвленностью и безопасностью дорог, все же регулярных рейсов не было, а значит возвращение могло затянуться на неопределенный срок, что особенно часто случалось при морском путешествии. Рабам были вверены крупные суммы в один или несколько талантов. Эта самая крупная денежная единица составляла 26 килограммов серебром. Он делился на 60 мин или 6000 драхм, а в перерасчете на римские деньги 12 тысяч динариев или 12 тысяч зарплат за каждый рабочий день паденного работника. С выходными за один талант пришлось бы работать почти 40 лет. Из этого можно заключить, насколько богат был господин. И если для него даже пять талантов – это мало, то он богат несметно. Несомненно, это образ всемогущего бога, чья десница, раздающая людям их таланты, не может оскудеть. Как и в прочих притчах об отправлении и возвращении господина, рабам назначено испытание – торговать тем, что им верено. Но как бог не накладывает на человека испытания выше его сил, так и господин в притче, зная силу рабов, верил им столько, сколько они могли понести. Обладая такими средствами, рабы могли получить большой доход, особенно тогда, когда население иудеи, истощаемое податями, вынуждено было брать капитал взаймы под огромные проценты, хотя закон это и запрещал. Эта притча нас научает, что все, что мы имеем – не только имущество и деньги, не только физические и умственные способности и трудовые навыки, но даже и духовные дарования – все от Бога. Поэтому не следует презирать других за бедность, за недостаток ума и образования, потому что мы сами получили все блага от Бога взаймы. И он спросит с нас, как мы ими распоряжались. Употребим их на добросовестный труд и на дела милосердия, и благодать Божия, данная нам на добро, умножится, даст нам новые духовные дары. Апостол Павел учит, как пускать в оборот духовные таланты. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, «Благотворитель ли – благотвори с радушием». Послание к кремлянам, глава 12, стихи с 6 по 8. Будем же помнить, что не обстоятельства мешают нашему спасению, а только ленность. Благодатью своей Господь предоставил все необходимое для нашего спасения, и теперь все зависит только от нашего усердия. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok